Можно расставить запятые. Все знают тему с повторяющими союзами. Где повторяющие союзы, поставить союзы. Ой, запятую. Восьмиклассница Вероника Лобкова ведет урок русского языка в начальной школе. В день учителя в роли педагогов в 225-й школе выступают дети. Вероника в течение учебного дня исполняет обязанности своего любимого педагога, учителя начальных классов Веры Кисловой. Мне дали задания, я их подготовила. И в принципе это очень легко и достаточно просто, чтобы все это выучить и подсказать детям. 11-классник Артем Лазарев решил стать преподавателем биологии. Юноша уверен, что новую тему его ученики усвоят на отлично. Если честно, сегодня была легкая тема у нас. Это корень, корневые системы. Это одна из самых легких тем в биологии 6-го класса. В принципе, я ее знаю хорошо. Сегодня урок прошел достаточно хорошо, спокойно. Мне понравилось, дети работали со мной. В должностных инструкциях 10-классницы Анастасии Нищеглотовой контроль за организацией учебного процесса. У дублера директора школы отдельный кабинет и персональный компьютер. Но сидеть на месте Насте никогда. Моя работа заключается в том, что я должна следить за дублерами, за учителями, за тем, как они выполняют свою работу, ну и, конечно, за порядком в школе. Для меня вообще быть педагогом-дублером – это не первый раз. Я два года подряд заменяла педагога-организатора. Но так как я сейчас старшеклассница, я решила попробовать себя в роли директора. В профессиональный праздник учителей во всех образовательных учреждениях Заречного был день самоуправления. В школе номер 225 дублерами педагогов стали около 60 мальчишек и девчонок. Роли учителей распределяют дети сами по своему желанию. Какой им предмет нравится, такой они и берут. В этом году есть новые дети, которые первый раз пришли, но есть те, которые уже участвуют не первый год. Причем они каждый раз выбирают для себя разные предметы, чтобы попробовать себя в разной роли. В то время, пока педагоги-дублеры проводили уроки, учителя получили возможность отдохнуть в сенсорной комнате. Сеанс релаксации для них подготовили заботливые ученики. Наталья Елистратова, Владимир Плещук, телерадиокомпания «Заречный».